Чудеса 26 ноября Православная Церковь совершает память святителя Иоанна Златоуста. Дивный святой, который угодил Богу и своим житием, и своими трудами. А в Николаевской области, в селе Шевченково Витовского района, есть церковь в честь святителя Иоанна Златоуста. И сегодня Высокопреосвященний Шепетерим, митрополит Николаевский и Очаковский служат здесь Божественную Литургию на престольный праздник. Урочиство встречало его Высокопреосвященство митрополита Петерима на порозе церкви. Радость свята объединяла людей разных поколений. Кілька визначных событий сбеглись уъедине. Престольный праздник Шевченковской церкви, адже 25 лет тому тут было освящено престол на честь святителя Иоанна Златоуста и урочиста архиерейская служба. До речи, церква Иоанна Златоуста у Шевченково єдина в Миколаевской области. Святитель Иоанн Златоуст, уважна людина и великий проповедник, завжди стояв на сторожі заповедей Божих. Захищав знедолених та слабких. Не боявся відкрито вказувати сановникам на їх непорядні вчинки. Його любив народ і боялись царі, від яких святитель Іоанн Златоуст зазнав чимало скорбот. Сьогодні ми молимося святого Златоусту, творцю нашої литургії, молимося тому милосердному життодавцю Господу нашому Ісусу Христу, який воздвигає таких святильників, вселенських учителей, які дають нам на снагу, взираючи на кончину жительства, подражати вірі дій. Всьому є велика заслуга церкви, святої, великої церкви, которая єдина в вірі, єдина в тайнах, єдина свята Соборно-Апостольська церква. Святитель Іоанн Златоуст являється вселенським святителем і учителем милосердя і поборників правди Божої. Тому то сьогодні треба, як ніколи, помолитися до Його, щоб Господь змилувався над нами і дав нам теж милосердно дивитися одни на другого, бажати, щоб було порозуміння в нашому суспільстві і спасатися, о Господі. З престольним праздником, дорогі браті і селі. Після божественної літургії, віруючи на чолі з духовенством, вийшли на хресну ходу навколо церкви. Після божественної літургії, віруючи на чолі з духовеного храма і селі. Базі, добрі браті і селі. Після божественної літургії, віруючи на чолі з духовеного храма і селі. Біля каплиці святих першеверховних апостолів Петра і Павла людей зустричали вихованці Шевченковської недільної школи зі святковою програмою. Цей день наша Шевченковська церква народилась. Рівна апостольна, істина свята, що славить істину у правді і силі Творця і Господа, Спасителя Христа. Шукайте Бога кожний день, шукайте Бога щось хвилини, і тільки той його знайде, то має вірю, хоч зернину. Об'єднання людей неможливо без духовного осередку, яким є церква Божа. Саме в церковних стінах люди отримують найважливішу молитовну підтримку для подальшого життя. Сьогодні на віті строюєшся церкву, яка створює душі людей. Люди, як можуть, так строюють. Люди церкву. Будівництво нової церкви на честь святителя Іоанна Златоуста в селі Шевченково йде повним ходом. Якщо є в селі храм, якщо він закликає дзвоном людей до молитви, пробуджує в серцях добрі почуття, значить є у людей і надія на світле майбутнє, і сили, щоб прожити сьогодення. Велика радість в сьогоднішній день для всіх парафіян. І це не даремно, тому що в сьогоднішній день ми святковуємо пам'ять великого угодника і особливого молитвенника, і покровителя нашого села, і святителя Іоанна Златоуста, який особливо у своїх молитвах перед престолом Царя Небесного молиться не тільки за мене, як за частинку церковного організму, а й за все село, або навіть місто, чи то навіть область. Тому що в нашій єпархії один храм освячений в честь святителя Іоанна Златоуста. Для нас, шевченківців, це особливо велика радість, тому що ми сьогодні торжествуємо і святкуємо світло благодаті Божої над темрявою, торжество істинної віри над неістинною. Помолитва святого угодника Божого святителя Іоанна Златоуста з благословення правіщу архієрія Ми розпочали в 2015 році, якраз 9 листопада, будівництво цього храму в честь святителя Іоанна Златоуста. Запам'яталася ця дата, бо в цей день якраз ми заложили фундамент, народилася дочка в мене. Тому я благодарний і нашим жертвователям, і всім прихожанам, які підтримують мене. Я благодарний Богу, що я сьогодні можу осуществити свою семінарську мрію, вдувати цей храм і ще в пам'ять, в честь такого великого угодника, вчителя і святителя Вселенського Іоанна Златоуста. Листаємо, друзі, мої, календарь нашої життя. 26 ноября ми з вами отметили День святителя Іоанна Златоуста. Вот уже і Филиппов пост наступив рождественський, а 4 декабря к нам уже стучиться большой православний праздник – введення во храм Пресвятой Богородиці. Отец Василий, будьте добры! Введення во храм Пресвятой Богородиці. Этот праздник открывает вот эту череду замечательных дат, которыми так наполнен месяц декабрь. Да, праздник введення во храм Пресвятой Богородиці – первый из больших праздников, который находится в Дні святого рождественського поста. И с этого праздника уже начинается пение «Катавасий Христос рождается». Мы приготовляемся к празднику Рождества Христова. Цен праздник введення в храм Пресвятой Богородиці пришел к нам через предание. В Евангелии о нем ничего не сказано, а только через предание церковное мы знаем об этом празднике, который был установлен в IV веке. Само событие случилось в Иерусалимском храме. Привели Яким и Анна, свою дочь, единственную, Марию, в храм для того, чтобы посвятить ее Богу. Перед этим у них не было детей, многие, я думаю, знают об этом, и они усердно молились Богу, чтобы Господь послал им дитя. И они обещали, дали обет Богу, что если у них будет дитя, то они его отдадут, посвятят Богу. И так случилось в трехлетнем возрасте, они привели Божью Матерь в храм Иерусалимский для того, чтобы она там пребывала и служила Богу. Их встретили священники, множество священников, и сам первосвященник по преданию Захария, отец Иоанна Крестителя, он встретил и вел ее в храм, вел ее во святая святых. То место, где никто не имел права заходить, сам первосвященник один раз в год заходил во святая святых. И многие удивились этому, потому что он так поступил. И, как предание гласит, Божья Матерь могла туда заходить, во святая святых, и там возносить свои молитвы к Богу. Это событие, этот праздник призывает нас к посещению, к посещению храма, к любви, к храму как таковых. Потому что часто мы с вами, бывает ленинцы, прийти в храм. А в храме Божьем особенно пребывает благодать Божья, которая врачует, которая помогает, которая наставляет, которая дает сил человеку. И в храме особенно пребывает эта благодать Божья. Божья Матерь пребывала в храме, воспитывалась благочестью, читала священные писания, занималась рукоделие. Там находились и нищие, которым она имела возможность помогать. И Божья Матерь воспитывалась при храме. Мы с вами знаем, что она соделалась той, которая родила в мир Спасителя Христа, Бога нашего. Именно благодаря тому воспитанию, благодаря тем усердным молитвам, которые она каждый день возносила в храме Божьем, она и удостоилась этого. Что показывает нам, что если мы желаем, чтобы особенно благодать Божья почевала нас, чтобы мы пребывали с Богом, что мы также должны усердно молиться, как дома, частные свои молитвы, возносить свои молитвы, так и должны с вами возносить молитвы в их храме Божьем. Потому что, как я и говорил, там особо благодать Божия, где собираются христиане и возносят свои молитвы к Богу. Также мы должны задуматься и о воспитании своих детей. Это можно тоже сказать, что праздник – это воспитание детей. Потому что мы должны понимать, что должны воспитывать своих детей в православной вере. Не воспитывать на улице, не воспитывать, как сейчас, к большому сожалению, дети воспитываются в интернете, а должны вы воспитывать в храме Божьем. И учить их милосердие, любви, смирение, послушание. Потому что очень много родителей приходят и жалуются, то, что дети не слушаются их, не жалуются, то, что дети не чтят их, жалуются, то, что дети обижают своих родителей. Все это через воспитание. Потому что воспитывать детей надо с младенчества, когда они маленькие, и приучать их добро. И это могут сделать в храме Божьем. И хотелось пожелать, чтобы этот праздник, видение Божьей Матери, мы с вами вознесли свои молитвочки к Госвятой Богородице и просили у нее помощи, чтобы Божья Матерь помогала и благословляла всех нас, наставляла на путь истинный. Субтитры создавал DimaTorzok